24 часа в сутки, 365 дней в году. Навигация в морском порту Туапсы никогда не останавливается. Площадь акватории 80 гектаров водной глади. Торговый порт приспособлен отгружать практически все, от зерна до нефти. Ежегодно здесь могут принимать 20 миллионов тонн груза. Как работает одно из главных предприятий не только района, но и всего края, сегодня проверил Вениамин Кондратьев. Губернатор пообщался с сотрудниками порта. Они рассказали, что работа идет хорошо, самое главное, нет проблем с зарплатой. Глава региона добавил, если в порту нет сложности, то и району переживать не стоит. Это не только бюжетообразующее предприятие района, это бюжетообразующее предприятие ваших семей. Вот в чем вопрос. Это то, что в карман реально положишь. Поэтому давайте экономику беречь, сделаем все возможное, чтобы от каждого, каждый на своих местах, эта экономика работала и продолжала развиваться. Это очень важно. А отсюда, конечно, денежки в карман, денежки бюджета. Будут денежки в бюджете, бюджет сможет определенные задачи выполнять перед горожанами. Ну и вы, для своей семьи, каждый сможет что-то купить и создать. Уже в море, на катере, в капитанской рубке губернатор наблюдает, как живет вся инфраструктура. Ведь от этого зависит, жива ли экономика Туапсинского района. Но прибыль от порта не должна быть важнее экологии, замечает глава региона. Экологическая безопасность, она сегодня для туапсинцев на первом плане. Чтобы мы в погоне за прибылью не притупили, как бы, самое главное, что сегодня очень важно, это ориентацию на экологическую безопасность. Потому что это все, в первую очередь, люди, это горожане. Люди должны понимать, что сегодня то, что они зарабатывают в порту, они хорошо зарабатывают. Они не должны тратить на лекарства и на лечение от того, что они проработали в порту. Вот это очень важно. За три года в акватории порта закончили строительство системы ливневой канализации и ввели в эксплуатацию очистные сооружения. Это позволило прекратить сброс грязных сточных вод в Черное море. Но вопросы экологии все равно остаются острыми для Туапсинского района. Его главе на встрече с местными жителями Вениамин Кондратьев дает понять, компромиссов в этой теме быть не может. Означение власти быть принципиальным. Ни на какие договоренности, ни с кем. Не корректичать с сегодняшними бизнес-монополиями, естественными монополиями, а просто жестко, если не хватает у вас ресурсов, давайте я буду подключаться, заставить их сделать самые современные системы экологической безопасности для города. Налоги от работы морского порта, нефтеперерабатывающего завода и ряда других крупных промышленных предприятий во многом позволили Туапсинскому району занять второе место в крае по уровню социально-экономического развития. Но не стоит забывать и о туризме. По приблизительным оценкам около 4 миллионов россиян вместо Турции и Египта теперь поедут на Кубанское побережье, в том числе и в район Туапсы. Привыкших к комфортным условиям и ценам курортников надо будет чем-то удивлять. Пляжи ведомственных здравниц выглядят великолепно. Есть проблема, себя ответственность не снимая с главпоселения в таких вопросах, как Джубга, Лермонтов, вот эти чуланы, которые сейчас начали сносить и в прошлом году, и сейчас мы уже сотни их снесли и дальше будем продолжать эту работу. Он не пляж, по крайней мере, вот Джубга, Лермонтова, это он выбался и упал, понимаете, и все на это. А рядом Чучхела-Пахлава пошла, понимаете, есть такое. Нам уровень Чучхела-Пахлава уже не нужен, он на другой уровень. Здесь вид должен быть отличный от других, и в Сочи должен быть своя концепция, и свой вид пляжей. И в Туапсе, и в Геленджике, и в Анапе. Создайте свою концепцию, именно современную, хорошую, доступную, комфортную, благоустроенную концепцию туапсинских пляжей. Поверьте, человек это вот то, где, посмотрите, он едет к морю. Дайте ему возможность у моря отдохнуть. На развитие курортной отрасли, как ни удивительно, может повлиять и сельское хозяйство, замечает губернатор. Ведь в сезон на побережье потребность в продуктах увеличивается. Если наполнить местные продукции, внутренний рынок, это может стать еще одной фишкой в борьбе за туристов. Сейчас доля сельского хозяйства в экономике, у вас всего 1,7% в бюджете. Конечно, о чем мы говорим, какое сельское хозяйство? Оно не то, что в зародочном состоянии, оно еще в эмбирионе у вас. Почему нельзя выращивать? Это же ваша экономика. Поймите, что сегодня это и есть курорт, даже сельское хозяйство курорт. Это собственный помидор, собственный огурец. Это ваш собственный внутренний рынок. Почему вы тоже его теряете? Ну чуть-чуть придайте другой колорит свой курорту, чуть-чуть другой. Перезагрузите понимание. Все вместе, вы же актив. Туапсинский район может занять первое место в крае по уровню социально-экономического развития, если будет использовать все возможности для развития, которые сегодня в районе есть. Александр Иванченко, Ирина Касабова, Денис Перец, Денис Москаленко, Кубань-24, Туапсинский район.